Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайв. Мои хорошие, ну что ж, как говорится, праздники позади, а у нас с вами начинаются обычные, обычные, друзья мои, трудовые будни. Вы знаете, праздники это всегда хорошо, но вот я сегодня себя с утра поймала на мысли о том, что праздники всегда, друзья мои, ломают абсолютно многие планы. Вот только ты садишься на диету, да, так скажем, пытаешься питаться правильно, делать так, как надо, бац, какой-нибудь праздник, и все летит к чертовой матери в тар-тарары. Ты опять начинаешь есть то, что есть нельзя, и сладости, и копчености, и, в общем, короче, друзья мои, и Остапа понесло. Так вот и вашу Галинку Малинку. Ну что ж, опять беремся за себя, как говорится, покой нам только снится. Да, друзья мои. Ну что, будем с вами обсуждать сегодняшний ролик Уралочки из Сарафана. Сразу скажу, что сегодняшний ролик я поделила на две части, друзья мои. И продолжение будет в следующем моем обзоре. Вы знаете, Уралка в начале ролика довольная и счастливая. Прям, знаете, как кощей над златом чахнет, так и наша Уралочка распласталась, растеклась маслицем по всей вот этой вот огромной посылке. Мешок огроменный пришел. Ребят, прям большой при большой. Прям даже, знаете, больше Уралочки. Да, и такое, оказывается, бывает. Уралка довольна. Ой, посылка. Аж два мешка. Вот мешки, мешки. Уралочка, господи, тебя как послушаешь, это просто нет слов. Одни буквы. Дальше, друзья мои, начался дурдом. То, знаете, та, у которой платьюшки. Это мне платьюшка. Здесь другая эпопея, друзья мои. Одеялки. Одеялки. Одеялки, говорит у нас Уралка. Не одеяло, друзья мои, а одеялки. Одеялки. Раз десять, наверное, я повторила странное слово. Одеялки. Вот, знаете, хочется уже этой взрослой бабенце сказать, слушай, заканчивай ломать свой язык, заканчивай русский язык вот так вот просто чехвостить из стороны в сторону уже. Давай говори нормально на своем родном русском языке. Да, это уже просто какой-то кошмар. Какую-то дурочку из переулочки из себя корчит. Ей 53 года. Да, Уралка, ты в зеркало на себя посмотри, да, тебе 53, выглядишь ты значительно старше. Очень смешно, когда тетенька твоего уже возраста и твоего внешнего вида корчит и ломает свой язычок. То платьюшки, то одеялки, то еще что-нибудь. В общем, ребят, нечто. Представляете, вот эти одеяла, значит, Уралочка заказала с барского плеча для девчонок-дружбана. Да, давно, говорит Сарафан, мы не делали им подарков. Правда? А я вот помню, друзья мои, что давно не делали подарки для Ромки, который является все-таки родственником Уралки, да, это внучат и ее племянник. Давным-давно не делали подарки для Сафариной родной дочки, да, для дочки Сарафана. Давным-давно я уж вообще про родную, вернее, сестру Уралки и про сестру Уралки родную, да, и про ее, значит, детей и про ее как раз-таки внучку я вообще молчу. Там Уралка даже им подарки никогда не дарила. А тут прям, ребят, в очередной раз дочкам-дружбанам. Ну, понятное дело, потому что они где-то им там в чем-то, да, и помогают. Да, в плане строительства иногда, видите, тоже Уралка их нет-нет, да и погонит к себе на дачу что-то там, дела какие-то делать и так далее, да. Поэтому, конечно, и дарят, естественно, не просто так и не по доброте душевной. Не тот это человек, который будет просто так дарить подарки. Далее. Далее нацепила на себя полотенце с одной стороны, с другой стороны, друзья мои, и говорит, ой, я здесь как мексиканец, мне, мол, только шляпы не хватает. Уралочка, сомбреро уж если на то пошло, да, но ты знаешь, шляпа дело не решит. Тебе все-таки не хватает мозгов, и это, кстати, очень заметно. Тут же опять начинает нахваливать полотенце, ну, ей пишут уже о том, что, Уралочка, знаешь, качество полотенца ты узнаешь тогда, когда, собственно, ты начнешь им пользоваться. В этом плане я целиком и полностью согласна, потому что не раз уже, знаете, попадалось на крючок, да, визуально прикольные полотенца, трогаешь вообще просто обалденные, а начинаешь пользоваться вообще ужасные полотенца, которые не впитывают влагу практически абсолютно. И Уралка, кстати, тоже такие полотенца рекламировала. Не сегодня, нет, а до этого как-то рекламировала, когда ей от другого блогера приходили эти полотенца, значит, на рекламу. Ну и далее Уралочка начала все это нам демонстрировать, сарафан тут же подключается, гогочит, друзья мои, как дурко за кадром. Ой, ржет, да, ой, а мне-то, а мне-то достанется, вот достанутся эти полотенца. Ну, чуть ли, знаете, устроили такую прилюдную, да, драку практически за эти полотенца. Ну, понятное дело, надо же как-то, как говорится, отыгрывать рекламу, отрабатывать рекламу. Сарафан, ты знаешь, ты бы так громко себя вел тогда, когда ты делал рекламу один самостоятельно. А то, как только начнешь делать рекламу, да, то стоишь, что-то там бубнишь, еле-еле ничленораздельно себе под нос. А как только тут же за кадром, то ребята сразу его прорывает, начинает гоготать, начинает что-то там, значит, орать, вести себя просто неадекватно. Да, далее. Далее, вы знаете, кстати, что хочу сказать. Пришли сарафану футболки, друзья мои, одна из футболок, в которой он уже был вчера, вчера, когда они рекламировали, делали рекламу моющего пылесоса. То есть, у них даже ролики все идут не в попад. Мало того, что у них вчера была пятница, а у нас был вчера уже понедельник, да, о чем мы вчера с вами и говорили, собственно. Так у них еще и ролики выходят вообще в каком-то непонятном порядке. То есть, нет даже никакой последовательности в этих роликах. Вообще, все как-то в разброс, все как-то непонятно, как, чему, как говорится, из волку бантик, тоже непонятно. Далее, далее Уралочка начала нам показывать, как это вот надо любить себя. Да, говорит, вот я себя люблю. Уралочка, ну ты вообще, ну ты, ну ты просто нас всех, ты знаешь, вот просто мы сейчас все обзавидуемся, друзья мои. Уралочка нам решила продемонстрировать, мол, что надо любить себя. И взяла и заказала бесплатно несколько пар, друзья мои, носочков для себя, любимой. Да, Уралочка, это уж ты действительно себя очень любишь. Абду. Абду, ребят, решили опять, знаете, нарядить, как попугает. Просто какой-то кошмар. Все, знаете, какое-то пестрое. Все, как всегда, какое-то ляпистое, непонятно какое, какой-то кошмар. Даже Сарафан, глядя на то, что Уралка заказала для Абду, говорит, ну как светофор. Вот я здесь с Сарафаном целиком и полностью согласна. Но у Сарафана тоже, правда, никакого вкуса нет. Вот глядя на вот эти пестрые, липоватые футболки, которые ему Уралка заказала и которые он там на себя натягивал и расхваливал, это, конечно, какой-то кошмар. Но здесь я согласна. Это просто Абду, как самый настоящий, знаете, светофор. На что Уралка тут же говорит, так лето же, лето, Уралка. Ну и что? Ну и если лето, это что значит, что Абду ваш должен ходить, как петрушка? Вы его наряжаете, как петрушку, вот этим вот непонятным, да, просто пестрое все какое-то, вообще непонятно какое. Причем, ребят, вы знаете, тут даже не важно, что сказал Сарафан, что ему вот эти вот вещи впритык. Она говорит, ну ничего, ничего, на лето хватит, а там типа другие закажем. Ну это понятно, другие-то можно заказать, тем более, учитывая тот самый момент, что, во-первых, дети все растут, да, а во-вторых, как бы все это им достается, естественно, бесплатно, можно заказывать хоть каждую неделю. Но дело-то не в этом. Дело в том, что ты не видишь, что ли, что ты заказываешь ему вещи впритык. Он в этих вещах уже стоит, как в какой-то поддергушке. Неужели у тебя пацан живет уже с тобой почти полгода? Неужели ты не видишь, что ему уже эти шорты, да, и вот эти футболки впритык в облипку, что видно уже живот и виден уже заметно, что Уралка все-таки их всех уже, ребят, хорошо откормила. По этому поводу мне очень понравился комментарий, который был как раз-таки на канале Уралочки. Там, значит, написали. У всех животы полезли. Корми лучше, чтоб тебя догнали, будете три толстяка. Ну, да, собственно, если так будут есть, если так будут продолжать жрать, если действительно еда – это как смысл жизни, то тогда, конечно же, собственно, и догонят Уралочку, еще и обгонят какие, как говорится, их годы. Да, друзья мои, Уралка все заказала непонятно какое, все какое-то пестрое. Я говорю, для Абдугани все как для Петрушки, и все, знаете, заказала впритык. Это какой-то кошмар. Причем так интересно, тут же начинает рассказывать, что вот она заказала еще там одеяло и постельное белье, комплект постельного белья для своей двоюродной сестры. Я, если честно, что-то про двоюродную сестру ничего не слышала. Может быть, как-то она раз или два раза говорила об этом. Я что-то на этом, если честно, акцента не сделала. Но мне, знаете, что интересно? Вот Уралка опять одарила всех. Всех каких-то там, знаете, левых, по сути, людей про двоюродную сестру она вообще либо не говорила, либо говорила крайне редко. Вот, да, вот я так понимаю, что, конечно, все вот эти вот подарки, в кавычках, они обязательно отправятся на Авито и будут благополучно там проданы. А вот мне, знаете, что интересно? Вот про кого она действительно часто говорит? Она часто говорит про свою племянницу, вот, которая Ромкина мать, да, про Ромку, который ее внучатый племянник, да, и часто говорит про своего двоюродного брата. Так вот, я, кстати, вот почти не слышала, да, за редким исключением, чтобы Уралка что-то подарила двоюродному брату. Уралочка, а почему, когда к тебе приходит Василек, ты ничего не даришь своему двоюродному брату? Ты там сказала, что с барского плеча дала половину рыбины, той самой, которая не удалась, друзья мои. Помните, которую они коптили с сарафаном в коптильне, которая пришла им на рекламу, да? Так вот, мне просто интересно. Ты так часто рассказываешь про своего двоюродного брата. У вас дачи расположены рядом, да? Вы храните картошку у него в яме, о чем ты не раз говорила. А почему ты своему двоюродному брату, это же твоя кровь, как ни крути, да, это твой родственник, который в случае чего тебе всегда поможет? А почему ты двоюродному брату никогда ничего не даришь? Вот почему ты заказала там каким-то там девчонкам, да, непонятным, которые тебе вообще никто? А почему ты не подарила, допустим, что-то из этого, как ты говоришь, да, что ты даришь? Хотя я в это опять же не верю. Ну, не верю, потому что она не тот человек. Вот другому бы человеку я поверила, что он дарит, да, люди абсолютно все разные. А ей, ребят, никогда не поверю. Она задушится, ее жаба задушит. Она бесплатно никогда ничего не сделает. И для меня, вы знаете, очень показательным был момент, когда она, когда ей, помните, отправляли посылки. Она сказала, вот-вот мы деньги за рекламу блогеров не берем, мы берем посылками, я еще тогда сказала, как интересно, да, а ничего, что посылки тоже собираются на разные суммы, да, то есть там посылка собрана на 4 тысячи, на 5, на 6 тысяч рублей, так вот вам, пожалуйста, и реклама блогера, да, вот вам этими же деньгами вернули только тем, что находится в посылке. И вот когда она взяла в очередной раз рекламу блогера, да, и, значит, взяла посылку от женщины-инвалида, от блогера, да, которая хотела прорекламировать свой канал у «Уралки», я сказала, что это вообще какая-то ненормальная ситуация, что это как можно было взять у такого человека. Надо было изначально это говорить и сказать, что нет, у вас я точно ничего не возьму. И так делали, между прочим, очень многие блогеры, да, и даже те блогеры, которых я знаю, на которых я в свое время делала обзоры. Но «Уралка» нет, она даже не побрезговала тем, чтобы взять с женщины-инвалида, вот, знаете, по ту же посылку. Поэтому в ее какие-то там вот эти вот, да, позывы, порывы души я не верю абсолютно. И вот мне все время интересно, почему брату-то ничего она не заказывает. Это ее двоюродный брат, она часто о нем говорит, да. То есть ты заказываешь кому-то, вот кому угодно, только не двоюродному брату. Да, про родную сестру, ребят, вообще даже и речи нет, словно ее нет в жизни «Уралки». Все мы прекрасно знаем, почему, по какой причине и так далее. Но в любом случае, да, «Уралка» одаривает только, значит, родственников Сарафана и только дружбанов Сарафана. Все, собственно, больше никого. Но, видимо, не понимает, что на старости лет она точно с ними рядом не останется. Далее. Далее «Абду» меряет одежду. Я смотрю на его кислое выражение лица. А, знаете, словно тоже лимон съел, тоже ему уже все это как-то... Ну, видно, что как-то, знаете, он тоже такой же неблагодарный, как, собственно, и Сарафан. Стоит опять, заламывает руки. Этим ноль эмоций. То есть они даже на него внимания не обращают. Конечно же, никакому специалисту они его вести не собираются. И только тогда, когда «Уралка» сказала «И Айда пошел», только тогда «Абду» заулыбался. Да. «Уралка» с этим «Айда пошел», уже, наверное, уже все крутят у виска. Уже даже домашние, наверное, ей крутят у виска, когда она об этом говорит. Ну что, друзья мои, далее, далее отправились в садовый рай, как написала «Уралка». Это нечто. Ну да, 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 перелапали, как обычно, все. Надо, не надо. Ребят, ходили, приценивались, смотрели там, значит, деревья, елки за 50, за 60 тысяч. Да, оказывается, шли туда-то они вообще с другой целью. Присмотреть себе там сливу, яблоки, груши, яблони, груши, сливу, да, и посадить, так скажем, деревья. Но перелапали абсолютно все, что надо, не надо. И когда она сказала «Ну что, Сафар, бери за 50 тысяч типа елку, да, бери дерево, да, Уралка, возьмете вы за 50 тысяч, вас жаба за 5 тысяч задушит, а ты говоришь про какие-то 50 тысяч». Далее рассказывает о том, что вот они там взяли тую. Потом она говорит «Что это, что это?» Сарафан не мог никак прочитать «Можжевельник», уже пока ему Уралка не помогла. Она говорит «Да, да, это они нам в прошлый раз втюхали можжевельник вместо туи». Ребят, ну опять же, да, скупой платят дважды, эти ничего не понимают, короче, то ли их никто не понял, учитывая, как они общаются с людьми. Тут, собственно, ничего удивительного в этом нет, да. Ну а вообще, по большому счету, какая им туя? За туи нужен уход постоянно, постоянно нужен уход, да. А они в зимнее время, так скажем, да, с осени по весну практически на даче-то не появляются. Чего они там появляются? Ну приедут они там раз в две недели, и на этом, собственно, все. В общем, сарафан бегает, как дурачок, друзья мои, хватает абсолютно все, все перелапает, какие-то странные люди, да. О, о, а это что за палка? Вы знаете, вот эти вот какие-то ассоциации, палки, морковь, да, кабачки. О, это какая-то вообще какая-то ненормальная ситуация, такое впечатление, что, правда, из пещеры вылез взрослый дядька, у которого уже есть дети, да. Ведет себя, как какой-то неадекватный, ненормальный пацан, который еще вообще не созрел, да, какой-то малолетка, вообще маленький там, я не знаю. И то, мне кажется, маленькие дети так себя не ведут, ну, увидели там дерево, куст там, увидели какое-то растение, ну, прошли мимо, ну, сказали, красивое там, да, или еще какие-то там моменты свои, так скажем, вставили. Эти же ходят, как два просто вообще неадекватных, как будто в жизни никогда ничего не видели. Ну, там еще Абду вместе с ними, Абду опять жалуется на то, что ему холодно. Уралка, ну, ты двигайся, двигайся, нельзя как-то потеплее-то одеться. Неужели нельзя одеться теплее? Он же и на даче говорил о том, что ему холодно, да, он уже и здесь вам говорит о том, что ему холодно. Так, может быть, не стоит одевать эту жилетку, да, а стоит одеться как-то потеплее, раз ему холодно. Не, ребят, до них даже не доходит. Не до него не доходит, хотя уже вроде тоже здоровый лопу может сказать, да, что мне холодно. Не до них ничего не доходит. Короче, ходили, что-то там смотрели, все перелапали. Ой, это стоит 50-60 тысяч. Господи, да какая вам разница, сколько это стоит? Во что это? Кто-то заставляет покупать или еще что-то, да? И вот тут начинает рассказывать о том, что вот, мол, так и так, нам вообще нужны яблони, нам нужны груши, нам надо бы сливу. Я, говорит, знаю, что вы сливу не едите, но я-то хочу. Молодец, Уралка, молодец. Ты всегда все делаешь так, как хочешь исключительно ты. Короче, друзья мои, что-то там непонятно ходили, бродили, все как обычно. У них все всегда по одному сценарию. Ходят, смотрят, зная прекрасно, что это они даже себе никогда покупать не будут. И все равно там что-то изображают из себя. Ребят, вот такой получился обзор. Продолжение на этот ролик, на их ролик на сегодняшний следует, да. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока, до новых встреч. Продолжение следует...